Очередная встреча с представителями городских органов ТОС. На повестку семинара вынесены, как всегда, актуальные вопросы, касающиеся и санитарного состояния Лобинска, и перспектив его развития. Облик города и благоустройство – это зависит не только от власти, но и от жителей. Много вопросов есть, которые нужно обсудить, вас предупредить, чтобы вы предупредили свое население, которое непосредственно с вами контактирует. Хочу заострить внимание, что вы все видите, что потихоньку мы начали уже работы по благоустройству улицы Красной, ремонт улицы Революционной. Рейтинговое голосование, как сказал мэр, без него невозможно участие в программе по благоустройству общественных территорий. И в этом году горожанам предстоит сделать выбор. Но в начале небольшой отчет по ходу ведущихся работ. В 2022 году по результатам рейтингового голосования победителям определен объект благоустройства городского парка «Первый этап». И уже сейчас проводятся мероприятия по его реализации. Первый этап включает в себя работы по благоустройству части улицы Советская и площадь напротив кинотеатра «Восход». Будут выполнены работы по устройству тротуарной плитки, линии освещения, установка лавочек, урн и устройства долгожданного плоскостного фонтана. В целом, проект благоустройства Центрального парка включает в себя три этапа, планируемые к реализации в период с 2023 по 2025 годы. Как было сказано ранее, победа в рейтинговом голосовании является обязательным условием для каждого планируемого к реализации в очередном году проекта. Следующее голосование – определить территорию для благоустройства в 2024 году. Выбор предстоит сделать в этом. В этом году предметом голосования станут два проекта. Это второй этап городского парка, включающий в себя работы по благоустройству Центральной площадки парка реконструкции фонтана и территории вокруг выставочного зала. Исквер по улице Жиковского. Это именуемый «Афганский сквер». Он ранее участвовал в голосовании, не стал победителем. В рамках этого проекта возможно благоустройство небольшой площадки между Армавирским шоссе и улицей Жуковского. Семинар совещания далее посвятили вопросам санитарного состояния. Традиционные акции по наведению порядка и благоустройства уже спланированы. Более того, с 13 марта идет двухмесячник. Борьба с мусором в разгаре, но, как всегда, акцент будет 8 апреля, в день общерайонного субботника. ТОСам предстоит мобилизовать жителей. «Хочется также, чтобы вы обратились к своим жителям. 8 апреля у нас общегородской субботник, наверное, уже знаете вы все, да? Чтобы максимально, ну, председатели потихоньку с вами квартальными, то вы уже работаете, там, знаю, смотрим на ваших сайтах, что вы наводите. Ну, надо, конечно, поднять побольше населения. Мы будем заниматься этим также вопросом. Но вы связующее звено, и вы это все знаете». После выхода из зимы необходимо активизировать работы по наведению санитарного порядка. на прилегающих и закрепленных территориях. Произвести уборку мусора, листвы, скопать клумбы, побелить деревья и окрасить ограждения. После наступления благоприятных погодных условий к председателям микрорайонам необходимо провести работу с жителями города о наведении санитарного порядка на придомовых территориях, а также о соблюдении графиков механизированной уборки растительных остатков. Также необходимо обратить внимание на наличие аншлагов на перекрестках улиц, наличие номерных знаков на домовладениях». Кстати, на нарушителей правил благоустройства составляются административные протоколы. Представители микрорайонов услышали отчет о совместной работе в борьбе за чистоту. О чем еще говорили на этой встрече? О предоставлении субсидий и компенсации отдельным категориям граждан в целях гасификации домовладений. О предоставлении путевок для оздоровления детей из многодетных и малобеспечных семей. А еще о безопасности. Противопожарные меры в приоритете. Статистика трех месяцев этого года сравнилась с 2022. Цифры серьезные. «За 2022 год было 32 пожара. За 2023 год уже 21. Погибло в 2022 году два, в 2023 году два. Пострадавших два. Как видите, в этом плане, к сожалению, да, еще впереди 8 месяцев, а просвета в этом не видно. Основная причина пожара, который у нас совершается, ну, в данном случае сейчас как бы идет практически 50 на 50, это нарушение, элементарное нарушение правил пожарной безопасности, то есть неисправная электропроводка, вот, и сейчас в данный момент некоторые моменты просказывают случай именно поджогов». Далее главный специалист отдела ГОЧС городской администрации довел информацию о правилах разведения костров, точнее о запрете. «С 1 марта в постановлении правительства 1479 об утверждении правил противопожарного режима внесены некоторые изменения, я вам сейчас доведу какие, но еще раз напомню, что на землях общего пользования в населенных пунктах разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи в не специально отведенных оборонных местах, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы запрещено. «Правообладатели земельных участков независимости, собственники, арендаторы, проживающие, обязаны производить своевременную уборку мусора, сухорастительности и покос травы, а также на территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, объектам имущества, относящихся к имуществу общего пользования, запрещается устраивать свалки горючих отходов». Еще участники совещания обсудили вопросы развития движения ТОС и работу активов микрорайонов в принципе. Ситуация в стране влияет на многие события, но общение с жителями должно быть еще плотнее. «У нас не должно быть пробела в работе с жителями, пробела в общении с жителями, поэтому у нас с вами очень много спортивных площадок, у нас с вами много поводов собраться, позвать детей, провести те же какие-то субботники под музыку, какие-то спортивные мероприятия, состязания. Наши учреждения культуры и наши учреждения по работе с молодежью, портал я имею в виду, они в нашем с вами распоряжении, они всегда отзываются на любые наши просьбы и призывы, поэтому, пожалуйста, мы будем проводить с вами мероприятия, но они не будут развлекательного характера». Летом ТОСы и все горожане станут участниками экологического фестиваля. Борьба за чистоту выходит на новый уровень. «Будем проводить впервые в этом году, в июне, большой экологический фестиваль с приглашением специалистов из края, где будут нам рассказывать об использовании отходов как вторичного ресурса для чего-то, какие-то вещи нам расскажут чисто познавательные, которых мы не знаем». Сегодня ТОСовское движение набирает обороты, активнее включается в процесс бизнес. Отношение к общественникам изменилось. «Сегодня это ресурс, которым видят взаимодействие через территориальное общественное самоуправление с жителями, с потребителями, вообще с обществом. Поэтому сегодня обращено внимание и на уровне Госдумы продолжают они вносить еще изменения в статус ТОСов». Что касается конкретно лобинских органов ТОС, все семь организаций стали учредителями краевой ассоциации. «По итогам прошлого года, о деятельности нашей, почему я говорю, что мы одни из лучших, потому что мы во второй раз заняли, в том году я озвучивала на конференциях, второе место во всероссийском конкурсе лучшей муниципальной практики по обеспечению эффективной обратной связи, развитию органов ТОС на территории. И то, что сегодня, допустим, даже сегодня в зале происходит, то, что мы вот так с вами спокойно разговариваем, информируем друг друга, то, что мы проводим конференции, то, что у нас вообще эта система выстроена, поверьте мне, во многих муниципалитетах даже Краснодарского края на сегодняшний день эта работа только начинается». Наград высоких оценок по итогам года достаточно. На семинарии выделили лучших, назвав те микрорайоны, где удалось в 2022 году реализовать социально значимые проекты по грантам президента и губернатора. Общественникам удается привлекать в поселение денежные средства, решать вопросы, направленные на развитие Лобинска, и создавать условия для повышения качества жизни горожан. Редактор субтитров А.Семкин